ПЕСНЯ 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 В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для сегодняшнего двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Богородицы Святая Церковь избирает чтение из послания к филиппийцам святаго апостола Павла. Есть такие замечательные слова, они звучат как заповедь. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это говорится о вершине христианского совершенства. Человек согрешает в своей жизни перед Богом, перед человеком и перед вещью даже. Вот, относясь к вещам небрежно или с каким-то другим отношением, тоже есть грех, о котором люди совершенно не задумываются. Не так давно ехал по Тверской улице, и вот там сделали такие новые урны для цветов, такого крупного размера, из такого светло-серого гранита. И уже некоторые мальчики их исписали всякими такими дикими иероглифами, которыми они исписывают все стены и дома. То есть одни люди разведали месторождение, другие завезли туда технику, третьи напилили гранит, четвертые привезли, пятые составили эскиз этого обрамления Тверской улицы, шестые из них сделали украшение для всех. Пришли пятые, то есть седьмые, и все это, как-то помягче выразиться, испохабили. Вот, что такое грех против вещи? Конечно, грех против человека, он еще больше, грех против Бога еще больше, но грех против вещи тоже есть. И как человек согрешает? Человек согрешает поступками своими, потому что вот это вот, то, о чем сказал вначале, это поступок, это поступок греховный. Я бы даже в тюрьму за это сажал, чтобы, так сказать, над всеми висело. Испохабил вещи, и там два года тюрьмы. Уже бы другие, может быть, постереглись. Насколько бы чище стали русские города? Из-за того, что 5-6 человек из всей России взять и посадить. Вроде бы, ну, в тюрьме тяжело, но для того существует закон и порядок, чтобы другим было неповадно. Вот в чем важно. Не в том, чтобы выбрать такую меру наказания, которая будет вот соответствовать преступлению. Нет, не в этом дело. Главное, должна быть такая мера, чтобы остановить грех. Можно потом, когда люди уже привыкнут, что это дело, так сказать, нехорошее. И, ну, допустим, продал ребенку водки 10 лет. Через год детям водку не будут продавать ни под каким предлогом. Продал пачку сигарет 5 лет. И все. А если штраф, там, это бесполезно. А вот если с прибавлением, тогда будем достигать результата. Все говорит, ой, как строго. Так ты не продавай детям водку. И никакого строго. Достаточно мужиков, пьяницы, баб сейчас не меньше стало. Так что, давай, спаивай. Зачем детей-то? Раньше времени. Вырастут, сами сопиваются без тебя. Вот. И сам грех бывает у человека как в виде поступка, в виде слова. Можно согрешить словами. Можно в виде мысли. Вот некоторые жалуются на себя. Вот у меня такие приходят всякие мысли греховные. В том, что человеку приходит греховная мысль. В этом греха нет. Грех заключается только с того момента, когда человек эту мысль принимает. Тогда да. Начинает эту мысль рассматривать, начинает с ней соглашаться. А если человек не принимает эту мысль, то греха никакого нет. Даже, собственно, и на исповеди каяться в этом не надо. Весь человек отвергает эту мысль. Потому что мы живем среди грешных людей, мы живем в атмосфере греха, которая на нас идет и с улицы, и от других людей, и из рекламы, из телевизора, из интернета, из то, что сейчас называется литературой. Вот отовсюду идет грех. Поэтому, конечно, человек этим заражается и согрешает мыслью. И, наконец, самое грех в чувстве. Бывают чувства светлые, бывают темные. Бывают чувства от Бога, бывают от дьявола. И вот апостол говорит своим ученикам, в вас, имея в виду, христиан, должны быть такие чувства, как во Христе и Иисусе. А можно было бы и сказать, как и в Пресвятой Богородице. Вот из всех людей, которые когда-либо населяли землю в прошлом и будущем, чище, чем она по своим поступкам, по своим словам, по своим чувствам, лучше ее не было. Поэтому даже церковь ее сравнивает с херувимами и с серафимами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с серафимами. То есть она, будучи человеком, по своим душевным качествам, как ангел. И вот когда мы встречаемся в жизни с каким-то таким ребеночком чистым, неиспорченным, таким хорошим, кротким, послушным, мы говорим, ну прям как ангел. Ангелы как раз такие. Они очень кроткие. Вот у каждого человека есть, ну, у крещеного два ангела, у некрещенного один ангел-хранитель. Он представлен каждому человеку от Бога. Для того, чтобы он его хранил. Он так и называется ангел-хранитель. Задача которого, назначенному Богом, сохранить человека от зла. Это не значит, что сохранить против воли человека. Но как-то направить, уберечь. И делает он это очень тихо, кротко, деликатно. Каждый ангел обладает огромной силой. Он, это существо, многомогущийся не человек. И любой ангел, он может взявши за шиворот любого человека не то, что от пивной оттащить, а вообще так щелкнуть по лбу за каждый мысленный грех, что после этого уже грешить не захочется даже. Но ангел так не делает. Потому что в нем другие чувства, ангельские. Он совсем не злое существо. Поэтому он старается человека привлечь чем-то добрым, послать ему в голову какую-то добрую, хорошую мысль, напомнить ему что-то из его детства. И чтобы человека остановить во зле. Он действует так. И вот такие же апостол Павел хочет, чтобы чувства были и в нашей голове, в нашем сердце. Тогда мы будем напоминать христиан. Вот. Нужно в этом стараться. И в этом помощи нам и все ангелы, и Преста и Богородица, которая, будучи человеком, была как ангел. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим. Всегда он не пристоит во веки веков. Поздравляю всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Для нас, русских людей, это вообще день особенный. Потому что в этот день произошла Куликовская битва. Такое уникальное событие для нашей истории, потому что разрозненные земли русские выступили одним войском против князем, то есть, ну, можно сказать, князь, хан по-тюркски Мамай, который тоже в ее войске были и европейцы, и жители современной Турции, и так далее. Там тоже было множество народов, и даже некоторые русские князья Мамая помогали, потому что такого осознания того, что мы единый, единоверный народ, еще не у всех было. Вот, и в этой битве русское войско победило, что позволило некоторым историкам даже сказал, что вот вошли разрозненным племенарем, а вышли единым русским народом. Вот, это очень важно. Ну, и потом, действительно, Дмитрий Иванович уже ввел наследствование не по-старшему вроде, а по наследованию от родителей к детям власти, что было очень прогрессивно в то время и дало возможность в дальнейшем создать единое государство. Поэтому вполне можно в этот день в московский период строительства нашего государства, в котором мы и сейчас живем, этот день вообще праздновать и как национальный праздник. Ну, слава Богу, его проходят в школе, поэтому такие имена, как Дмитрий Иванович Донской, они, в общем, каждому, кто в школе учился, известны. Благодарим Господа. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Боже!